Здравствуйте, сегодня хочу рассказать про историю нашего дела, которое по финалу загубили. Некоторое время назад к ней приходит женщина, говорит, что у нее умер муж и наследниками стали она, жена и его родители. Всем досталась небольшая доля, но по небольшой доле каждому. И она, значит, попыталась выкупить незначительную долю у них и подала низк. Значит, две инстанции отказывают. Вот, первая инстанция отказывает, потому что она не смогла наполнить депозит у нотариуса, у нее не было денег, она рассчитывала брать кредит. И, соответственно, в такой ситуации, ну, как бы брать кредит, не понимая, чем закончится суд, как бы, ну, глупо. Соответственно, ко второй инстанции она уже взяла кредит, поскольку основанием отказа первой инстанции была именно безденежность. Соответственно, вторая инстанция тоже ей отказывает. Значит, при этом, при всем, в деле участвует ФССП почему-то, то есть Федеральная служба судебных приставов, что, в принципе, непонятно зачем и почему. Начинаю задавать ей вопрос, и выясняется, что вот ответчики, эти родители, которые наследуют, они там имеют какие-то там, значит, виды во всех инстанциях и подключили ФССП, чтобы, значит, те давили на их позицию, как бы. То есть они ФССП привлекли, чтобы они возражали ИСЦУ. Ну, как бы, госорган там и так далее, все понятно, в суде это может сыграть. Значит, смотрю документы, выясняю, что до подачи кассационной жалобы, то есть третья инстанция, остается 4 дня. Я говорю, что, ну, за скромное вознаграждение, в принципе, могу попытаться повернуть это решение. Это, конечно, сложная история, когда ты не участвовал в первых двух инстанциях, когда ты ориентируешься только на судебные акты, но большего и не было. Вот. Говорю, могу попробовать, я вижу перспективу. Значит, все, остается 4 дня, я стартую, пишу там, два дня из них выпадает на субботу-воскресенье, пишу-пишу, значит, понедельник, все, мы готовы, в последний день отправляем кассацию. Значит, кассация там происходит без нашего участия, поскольку, во-первых, денег на поездку меня в суд в другом регионе у гражданки не было, во-вторых, сама она туда боится ездить, потому что обостренное отношение с этими родителями, которые чуть ли не обвиняют в ее смерти сына. По результатам, кассация отменяет, и достаточно красивое решение пишет по моим мотивам, я его к видео прикреплю, потому что, ну, такими делами можно гордиться. Вот, и я сообщаю, как бы, доверителю, что, ну, все прекрасно, вы победили. И тут она сообщает, что, вы знаете, я запустил процедуру банкротства. Ну, как бы, для юриста означает это что? Что, во-первых, она не в состоянии совершать сделки, во-вторых, она не в состоянии заплатить за эти выкупаемые доли. То есть, в принципе, как бы, если арбитражный управляющий не захочет проявить какую-то свою активность, все, что было сделано, оно, как бы, покрывается пеплом. И дальше арбитражный, ну, как бы, просто ее банкротит, ее вот эта доля, поскольку это единственное жилье, не исчезает, но в итоге она остается с родственниками в этой квартире, которые ее обвиняют во всех смертных грехах. И, как бы, обстановка будет еще та. Соответственно, ну, печальная история, как бы, я не знаю, арбитражный управляющий мне не звонил, тут юрист, который запускал процедуру банкротства, мне не звонил. Соответственно, у меня возникает вопрос, вот, банкротчики вообще думают, когда они запускают людям процедуру банкротства, о последствиях, или они думают только над тем, как срубить денег. Потому что, ну, как бы, схема, человек приходит, говорит, я в суде, суд у меня за выкуп незначительной доли. Я сейчас вот подала жалобу, и что юрист какой-то предлагает ей на полном серьезе немедленно банкротиться. Но это вообще что за люди, я не знаю, с каким образованием они живут, и о чем они думают. Оставить человек в коммунальной квартире с людьми, которые его ненавидят. И все это ради того, чтобы заработать какие-то скромные денежки. Но банкротчика у меня ощущение, что вообще по барабану на то, что будет происходить с лицом, который банкротится, какие последствия это банкротство повлечет. Главное, вот, срубить денег по-легкому. Причем, сама процедура банкротства не самая интеллектуально затратная процедура. И я полагаю, что большое количество банкротчиков, которые у нас рекламируются и появляются, как раз это просто связано с тем, что не самая пыльная работа и как бы лепи себе жалобу, давай, плати госпошлину и публикуй сообщение. Ну, в общем, печаль у меня такая уже неделю. Но, еще большая печаль видимо у гражданки, когда она поняла, что дело-то мы выиграли и сейчас первая инстанция будет решать дело по мотивам третьей дочеки стационной инстанции, поскольку им указали на недосчеты в их работе. И чем все это закончится, будем посмотреть. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо. шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok